Во время пандемии музей-заповедник Горки и Ленинские полностью закрыли для посещения. Большая часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Карантин стал своего рода испытанием, своеобразной проверкой на то, смогут ли сотрудники адаптироваться к новым условиям. Как отметил заместитель директора музея-заповедника по научной работе Борис Власов, за счет активности в онлайн-формате удалось поддерживать связь с посетителями. Прямые эфиры через Инстаграм и другие социальные сети, причем мы поднимали как важные вопросы российской истории, связанные с деятельностью музея, так и развлекательные эфиры, потому что люди разные, ориентированы тоже на разные, музей тоже учитывает интересы, запросы своего посетителя. К обычному режиму работы музеи-заповедника возвращались поэтапно. Сначала для посещения был открыт парк. В связи с этим сотрудниками был подготовлен целый комплекс экскурсионных программ по выставкам, расположенным на улице. После этого был открыт частичный доступ на непосредственно музейные объекты. Сначала ограничен был вход количеством 5 человек, а вот сейчас 12 человек. Теперь посетителям и сотрудникам приходится соблюдать требования по безопасности. В обязательном порядке нужно носить средства защиты, маски и перчатки. Они станут непременным условием посещения экскурсии. Во всех выставочных залах на пол нанесена разметка для размещения людей с интервалом согласно нормам – в полтора-два метра друг от друга. Запись, да, предварительно. То есть мы к определенному времени люди обзванивают, узнают, на какое время можно приехать записаться. И вот таким образом создаем группу, так скажем, именно в количестве 12 человек, не больше. И люди подъезжают именно к определенному времени, выкупают билеты, если они не успели это сделать онлайн, и идут на экспозицию. 17 июля полностью возобновляет свою работу кафе на территории заповедника. Во время карантина оно работало только на вынос. Теперь для всех гостей предусмотрен обязательный фильтр. При входе установлены санитайзеры, в зале работают бактерицидные лампы закрытого типа. Сотрудники проветривают помещение каждые два часа. Завтра мы ждем посетителей уже в кафе. Естественно, с соблюдением всех стандартов и правил, рекомендованных Роспотребнадзором. Это разметка в кафе, дистанция между столами полтора метра. И есть разрешенное количество человек, это один человек на пять квадратных метров. Напомним, что во парком заповедника теперь разрешаются прогулки без масок. Также здесь уже проводятся мастер-классы, игра в мафию и тематические квесты. Ознакомиться с полным списком развлекательных и экскурсионных программ можно на сайте музея. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.